Глава 12. Приключения землянички «Я спросил, готов ли ты?» «Да», — отвечал Гибель. «Ему хотелось прибавить, если вы поможете моей маме, но он вовремя ощутил, что со львом нельзя торговаться. Однако, отвечая «да», он думал о своей матери и своих надеждах, и об их крахе, и потому все-таки прибавил, едва выговоривая слова. «Пожалуйста, вы не могли бы как-нибудь помочь моей маме?» И в первый раз посмотрел не на тяжелые лапы льва, и не на его когти, а на лицо. «Не он, не мы не скажем морду». И тут он увидел, что львиные глаза полны сверкающих слез, таких больших, словно лев больше горюет о маме, чем он сам. «Сын мой!» «Сынок!» Сказал Ислан, «я знаю, горе у нас большое, только у тебя и у меня есть горе в этой стране. Будем же добры друг другу. Сейчас я должен подумать о сотнях грядущих лет. Колдунья, которую ты привел, еще вернется в Нарнию. Я хочу посадить здесь дерево. Оно будет долго охранять страну, так как она не посмеет к нему приблизиться. Тогда утро Нарнии продлится много веков. «Принеси мне семечко этого дерева». «Хорошо», — сказал Дигари, хотя и не знал, как это сделать. Лев склонил к нему голову, поцеловал его и сказал. «Дорогой мой сын, я скажу тебе, что делать. Повернись к западу и скажи мне, что ты там видишь?» «Я вижу, как река срывается вниз из скалы, сказал Дигари. А потом лесистые холмы, а за ними очень высокие горы, покрытые снегом, как на картинке про Альпы. А за ними небо». «Ты хорошо видишь», — сказал Лев. Нарния кончается там, где река впадает в озеро, находящееся в долине. А за озером поднимаются холмы. На самом высоком из них есть сад. В нем растет дерево. «Сорви с него яблоко и понеси мне». «Хорошо, Эслан», — сказал Дигари, хотя никак не мог понять, как же он перейдет через горы. «Только я надеюсь, ты не очень спешишь. Идти туда далеко». «Я помогу тебе, сына дама», — сказал Лев и повернулся к лошади, которая стояла рядом, отгоняя мух хвостом и склонив на бок голову, словно не все понимала. «Друг мой лошадь», — сказал Эслан, «хотела бы повернить крылья». «Видели бы вы, как она тряхнула гривой и топнула копытом и раздула ноздри, но сдержанно сказала, если ты хочешь, Эслан, тебе виднее. Я ведь не очень умна». «Сталь, мать, и кроватая к ней», — сказал Эслан так, что дрогнула земля. «Зависит на мистерлою». И сразу же за ее спиной появились белые крылья. «Хорошо тебе с крыльями, стрела», — спросил Эслан. «Очень хорошо», — ответила лошадь. «Донесешь ли ты, сын Адама, до дерева и сада?» «Сразу?» «Сейчас?» — скричала земляничка или стрела. «А мы должны называть теперь ее так». «Ура! Садись, мальчик, я возила таких, как ты, давно в зеленых лугах». «О чем вы шепчетесь, дочери Евы?» — спросил Эслан Полли и жену Фрэнка. Те уже успели подружиться. «Простите, сэр», — сказала королева. «Так мы теперь будем ее называть». «Маленькая мисс тоже хочет полететь, если вы не возражаете». «Не меня спрашивайте». «Стрелу», — сказал лев. «Не что, сэр», — отвечала стрела. «Они легенькие, но я надеюсь, что слон не захочет полететь с нами?» У слона не было такого желания, и новый король Нарный подсадил детей. Дигори весело, Полли, словно фарфоровую куклу Биржа, и лошадь, как тяжелый голубь, покружилась немного над долиной, прежде чем взлететь в путь. Глядя вниз, Полли едва различала короля с королевой, и даже сам Эслан казался золотым пятном на зеленом поле. Потом в лицо ей подул ветер, и лошадиные крылья стали мирно подниматься и опускаться справа и слева от нее. Многоцветный край полей и скал, вереска и деревьев расстилался внизу, сквозь него серебристой лентой велась река. Справа к северу зеленили холмы, слева к югу темнели горы, покрытые хвойным лесом, а за горами, в голубой дымке, виднелась какая-то дальняя страна. — Наверное, это и есть Орландия, — сказала Полли. — Ты смотри вперед, — сказал Дигаря. Прямо перед ними впереди были скалы, с которых водопадами срывались орейки. Лошадь летела так высоко, что грохота они не слышали, но сами скалы были не ниже, чем они. — Придется их обогнуть, — сказала Стрела. Воздух стал холоднее, и дети услышали орлиный клекот. Обогнув справа самые высокие скалы, они уже пролетели на армию. Под ними лежали крутые склоны и темные леса. Солнце теперь слепило их, и пока оно не исчезло в расплавленном золоте, небо, за острым, словно вырезанным из картона пиком, ребята почти ничего не видели. — Холодно тут, — сказала Полли. — И крылья у меня болят, — сказала Стрела. — А долины все нет, не опуститься ли нам на ночь, до темноты мы все равно туда не доберемся. — Да и поесть бы надо, — сказал Тигр. Стрела стала спускаться, воздух теплел, и после часов тишины, нарушаемой лишь хлопанием лошадиных крыльев, особенно приятно было слушать журчание, струящее между камней воды и потрескание веток. Снизу поднимался теплый запах прогреты земли, травы и цветов. Наконец Стрела стала на ноги, и Дигрис, прыгнув на землю, подал полную руку. Они были на небольшом плоскогуре. Вокруг выселись покрытые снегом вершины, некоторые из них в лучах заходящего солнца казались розоватыми. — Что же мы будем есть? — спросили дети. — Еды тут вдоволь, — сказала лошадь, радостно жуя траву. — Подходите, не стесняйте, всем хватит. — Да мы травы не едим, — сказали дети. — Неужели если он для нас ничего не приготовил? — Он приготовил бы, если бы вы его попросили, — сказала Стрела. — Он и сам знает, — сказала Поля. — Мне кажется, — сказала Стрела, — он любит, когда его просят. — Что же делать? — спросил Дигис. — Не знаю, — ответила Стрела. Дигри предложил Поле попробовать добраться домой при помощи колец, сам он никуда не мог отправиться, поскольку обещала Стрела идти прямо к Цели, и там достать еду, но Поля отказалась, сказав, что не оставит его одного. — Ах да! — вдруг вспомнил от Поля. — У меня же есть тянучки! — Все лучше, чем голодать, — сказал Дигри, только вынимай осторожно, кольца не за деньги. Ей это удалось, труднее было отодрать тянучки от фантики, или, вернее, фантики от тянучек, так они слиплись. Всего конфет было девять, и Дигри предложил съесть по четыре штуки, а одну посадить в землю, что они сделали. Стрела тем временем поужинала на славу и легла. Дети приплылись рядом, а она накрыла их своими крыльями. Мне стало тепло и уютно, они уже засыпали, как вдруг Поля проговорила. — Ой, слышите? Дигри как не старался, не услышал ничего, и решил, что это ведь оберегает. Но лошадь тихо сказала, — Ну-ка, жена, Аэслан, а что-то там есть. И, вскочив, принялась обнихивать траву, искала долго. Поля тем временем помелещилась и вдалеке высокая темная фигура, но ничего не нашла. Дети снова легли по крылью лошадь. Они заснули сразу, а она долго прятала ушами во мраке и вздрагивала, словно отгоняя муху. Потом заснула и она. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok